Ну что, ребятки, я здесь. Ну, я на ютуб выкладываю, щас... СТФИ поддержал ваш канал на сумму 555 рублей ровно. Так просто. Спасибо, Эстфи. Очень приятно. Андрюха, а как выкладывать, я не понял, что ты картинку, смотрю, вставил сюда Hero и Fantasy? Я думал, просто, ну, чтобы не спамить, здесь много записей, я думал, просто в одну все добавлять и назвать это BlizzCon просто. Так было бы лучше, наверное. Короче, ребят, за поддержку, всем респект. Телевизор, если ты все делаешь это в одно лицо, то лучше тебе, ну, пореже так делать. Ну, и вообще, это лучше пореже делать, ну, в одно лицо, то как-то так себе. Так, сейчас грызжу я запись. Показывают нам серию. Эмпоя, Хоу-8 и Оу-Ти поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Спасибо за стрим. Спасибо тебе, Хобот, братишка. Что-то баба как-то мешает, что ты Хобот-то, а? Ну, потому что 8, она не знает, как считать. Придется учить. Всем еще раз привет, топ-стар делал. Сейчас, ну, чтоб мудон... Так, все, запись агрейдится сейчас. Против, слушай, против Лейте Зерги, против Тирана, тут против Меха, в принципе. Ну, да, ну, есть иногда такое, но вот посмотрите, не используют все равно все возможности Бьялте Зергов. Хотя вот здесь все практически, и Зеленка, и Микос, ну, вот, что здесь... Вот, муталиски здесь нахрен не нужны, как по мне. Ну, просто они остались для этого. Здесь я не понимаю, почему Беллингов так редко. Вот, Ка-Ультралов, они, понятно, дорогие, но запас у Бьяла был всю игру больше. Мне кажется, что нужно еще добавлять масс Беллингов вместе с этим миксом. Тогда будет вообще идеальный расклад. Не знаю, ну, теперь, ну, уже, уже это будет не проверить, почему, потому что уже Лотов на носу. Теперь нужно туда смотреть, в будущее. Для Розиу. Я очень хорошо. Я очень хорошо. Я один из лучших игроков в мире. Я люблю эту чену, потому что я буду здесь forever. Просто рвать это на тебя, да? Как, кстати, вот готовка к ЕС, фу, к роботище, продвигается. Готовка Аризу, что всех порвать за родное СНГ. Я не знаю, что все, потому что сейчас не будет так много мисмачек, я чувствую. Я думаю, что это начинает рвать. И это было очень одностоит, но, в то же время, опять же, это были красивые игры. Это не очень серьезные люди, которые реально будут вспомнить. Это очень хороший результат, конечно. Ну, это Протос, и вы смотрели на Беллингов, может быть, вы вспомните их и возьмите их. Но, как бы, как бы, Протос, я думаю, Протос, я думаю, что это было очень хорошо. Но, конечно, это уже в разработке, да, ждем хат на мэне и так далее. Надо, надо так делать. Что за дворочный хэппи выиграл на DreamHack 27 ноября по лот-во. Будем смотреть тоже. Левый бородатый, качком был. Вот он, он и есть качок, когда вроде не сдулся, как бы, дико-то там прям. Это in control. Спасибо, ребят, еще раз всем за поддержку. Уже две записи я выложил. Зил поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Йо-бро. Йо-бро. Вот это четко сказал. Спасибо тебе, Зил, братан. Давно тебя не видел. Как жизнь. Фу. Блин, так уютненько. Вот моя красавица спит, ребят. Как только кончится BlizzCon, я так же сделаю. Показываю вам. Частенько спрашиваете, что где и как. Вот так вот. Вот так вот. Как и обещал. Ну что, здесь у нас футс. Да, сетворк уже... Через, погодите, первое число. Через пять дней, два года, пять месяцев. Уже скоро в сад, блин. Уже сама звонит иногда, помните. Наверное, недавно на стриме. Звонок прошел там из избранных. Такие вот дела. Так, уже моргнуть не успеешь и в школу. Вот, а иногда в жизни бывает так, как сами знаете. На чертовом самолете. Конечно, телевизор делаем, прививки. Но пока еще не все. Да, что-то вспомнил. Сам расстроился. Ладно, проехали игры. Сегодня надо смотреть. Близкон. Ночь. Настраиваться на это. Кстати, надо, наверное, сейчас пока пауза будет в какой-то момент кофейцу бы заварить. А то... Как-то это... Без кофейца не очень. Я не знаю. 4,6к поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Люблю отчизну я, но странную любовью. Не победит ее рассудок мой. Ни слава, купленная кровью. Ни полный гордого доверия покой. Вот это да, ребят. Спасибо, чепкайте. Вечер поэзии. Так, а что это показывало? Вот, я не знаю, какие-то мужики нарисованы. Это вот этот Хирусу Шторм, что ли? Или к чему это вообще? Или это овервочерика? А, это World of Warcraft вообще. Ё-моё, блин. Что за дичь? Я и смотрю. Все, понял, ребят, понял. Лучше бы по лотву какой-нибудь новый мувик показали бы из компании. Хотя лучше с другой стороны, может и не надо, интереснее будет проходить. Не дали мне что-то бетку овервочи. Но я так чувствую, что это к лучшему, походу. Говорят, подумали, играй ты в StarCraft лучше, братишка. На хрен тебе эти овервочи. Посмотрел я стрим тоже. Какой-то он, я что-то другого от него ожидал. Маленько. Но так всегда бывает, на самом деле. Посмотрим, что за игра. Пауза трехминутная у нас пошла. Трейлер к Варику, к фильму Warcraft, что ли? Купить овервоч за 200 евро. Но я слышал про 400 баксов что-то. Спасибо, не надо. Так, на Яндекс 200 рублей приходит. Поми красава, спасибо тебе большое. Очень приятно. Так, две минуты, ребят, нужно сходить. Да, кризис 10 ноября выходит. Зил поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Помидор я, Ильтомат. Витаминами богат. На вид я не ужасный. Круглый я и красный. Положить меня в салат. Каждый будет очень рад. Спасибо себе, братан. Пойду я вылью чаек, освобожу место под кофеек. Сейчас приду. КОНЕЦ! 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Главное Клауне засобачить мою замечательную Митсуми. Родную. Главное Клауне засобачивать мою замечательную Митсуми. Главное Клауне засобачивать мою замечательную Митсуми. Главное Клауне засобачивает мою замечательную Митсуми. Главное Клауне засобачивает мою замечательную Митсуми. А вот все, чатик починился. Блин, они 20 минут уже чешут, а охренеть, только тот на Зеста вставит. Ну это что-то перебор, а что все на инновейшн это? Ну посмотрим, посмотрим. Я вот что-то не уверен настолько, как они в инновейшне. Я не знаю, где вы вставили... Я не ответил на вопрос, Шан, как настоящий политик. Хорошо, хорошо, Нейт. Давайте посмотрим на предыдущие Зеста. Итак, все из нас были в инновейшн, apart from one. Это френшин, который выбрал Зесту, чтобы это сделать. И у нас на Твиттере, и я думаю, Роттердам, он даже сказал, что это Зеста. О, да, Родис, 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 Родис. Эй, 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 актриса хорошая. Ну я говорил, что инновейшн силен, но он не настолько силен, чтобы шансы были 70 на 30 в его пользу. Я думаю, что здесь там 60 на 40 или 55 на 45 даже вот так вот, наверное. То есть Зест может затащить... Может затащить Зест. Остановимся на этом. Конечно, до утра буду стремиться, и я не могу не стремить главный турнир до конца. И это же главный турнир, ребят. И это же главный турнир, ребят. И вот этот противник, который я не могу. И до конца спенд do СКТелеком Т1, это Innovation. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну что, тут мулы летят. Вот, добыча вовсю идет у инновейшена второй ЦЦшки. Билд очень халявный, очень халявный. Зест как-то не очень отвечает. Писал, что чатик что-то глючит со счетчиком. Прошу прощения, что отвлекся. Ой, какая здесь засада на сталкера! Ё-моё! Чуть сталкера не забрал инновейшен. Паш, блин, плохо что-то, ничего, нечего делать, спать идти, в записи смотреть. Ну, вообще, конечно, такое надо в прямом эфире смотреть тут, я не спорю. Работа есть работа тут, как бы. Здесь моя работа, я до конца сижу, поэтому, естественно. Ну, что же, я считаю, начало от инновейшена просто великолепное. Уже он имеет определенное преимущество в этой игре, потому что стандарт на такой стадии, хотя бы 5, ну, минимум 5 пробок в плюсе, а то и 8 протез должен быть. А здесь 4 пробки разницы, 3 колеблется, там 2 мула, продакшн гигантский, робот только заказан. Блин, ой-ой-ой, как у инновейшена все замечательно сейчас. Плюс один еще бы он только заказал бы в инженерке. Сначала плюс один стимпак, а потом щиты, потому что все равно щиты на минуту быстрее делаются, чем стим, так что можно было такой порядок сделать, я думаю. Стимпак плюс один, там 10 секунд разница, потом так. Лайф следующей парой будет играть сливбол. Кстати, да, вот это точно нужно смотреть, как рождается либо сенсация, либо, ну, все нормально, короче говоря. Да. 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 Ну что, выдвигаются, пузелки, блин. Маленькие мародеры ЗЕСТ, ну, очень наглый третий «Нексу» ставят сейчас. Столкера стоят, тут вот камни пробивают сейчас инновейшен. ЗЕСТ прекрасно это видит, без колоссов драться, без шансов, даже с колоссом, даже с колоссом. Через три часа на работу вставать. Ну, вот такие идеи, как типа «уже скоро вставать, спать не буду ложиться», я упоминаю, с учебой связанной или с чем-то таким серьезным, всегда плохо обычно кончались у меня. Уходит, развел ЗЕСТ на стимпак инновейшен сейчас. Инновейшен приходит, оверчарж запилен, сталкеры сваливают сейчас. Инновейшен пытается с двух направлений зайти, ЗЕСТ пытается уйти сейчас. Нужно как-то отблинкиваться дальше, но тут какая беготня по центру. Здесь марики сбоку подходят, охренеть, инновейшен, ЗЕСТ, ты чего творишь? Точнее, ЗЕСТ, что ты творишь? Инновейшен вообще творит, беспредел полный. Он, как у себя дома, здесь бегает всеми этими юнитами. В итоге только три сталкера ушло, но он шесть мариков на шесть сталкеров потерял. Все великолепно, Инновейшен, я должен сказать сейчас. Но ЗЕСТ на третьем Нексусе зато закрепился. И скоро будет рейндж колоссом. Если рейндж успеет доделаться, то тогда уже будет попроще. Двух медиваков тут не уверен, что хватит. Нет, чтобы вот это все вылечить, я думаю, что хватит. И энергия у них кончится. То есть нужно ждать еще медиваки. По лимиту инновейшен впереди, причем серьезно. Но посмотрите сейчас, по рабочим, правда, одинаково. Тут как бы добыча у Инновейшена ненамного меньше. ЗЕСТу надо срочно, вот он пробок сейчас не строит, ошибка. Он сейчас в боевой лимит вкладывается, но вот у него есть сейчас небольшое количество времени, чтобы попытаться вперед выйти именно по экономике серьезно. Но он этого не делает. Дроп от Инновейшена сейчас минус твайлайт будет абсолютно точно. То есть это невозможность заказывать гриды нормально. Не успел медивак здесь сбить. Инновейшен врывается на третью. Вот здесь два колосса, две сэнтри. Минус колосса один, минус колосса два, один ноль в пользу Инновейшена. Могу факт этот озвучить здесь. Я думаю, что здесь просто нереально ЗЕСТу будет затащить. Инновейшен, я не знаю, ребят, буквально недавно Инновейшен как бич просто посылал через атаку КСМ-ки Мариков, вот эти пуши трехбазовые, ЗЕСТ их принимал. Сейчас же он играет просто контроль, вот этот мультитаск. То есть он взял все лучшее от себя в плане понимания игры от других тиранов и контроль, взял откуда-то Мару себе и просто тащит. Очень сильная игра, очень сильная. Да и просто там сейчас с тиранами тяжело очень. Ну что, следующая карта. Лунная, что там, как она по-русски забыла, что-то там. Лунный мир, по-моему. Вот. Хотя Moonlight Madness это совсем не лунный мир. Как бешенство под луной, что-то типа того. Или бешенство в лунном свете получается. Здесь, кстати, статистика ровная примерно. Посмотрим, посмотрим, что здесь сможет сделать ЗЕСТ. ЗЕСТ has to really turn it up now to keep himself in this best-of-five. Он сделает его как Роботплей. Да, basically. И это же, что его имя. Это Машин. Это было... Я слышал, что он даже не понимает, что его имя. О, реально? Ну уж, не лунное обезумие тогда, а безумие в лунном свете, что ли? В этом плане можно сократить, что угодно тогда. Ну как-то на лунный мир просто не тянет. Почему так перевели? Странно. Зил поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Помидорчик, помидор. Очень важный ты, сеньор. У тебя кафтанчик красный. Здесь ты вырос не напрасно. Ты пузатый и солидный. Сразу ясно. Овощ видный. Очень соч. Блин, до конца не договариваюсь. Сколько символов. Есть ограничения. Очень сочный и румяный. Приготовит тебя мама вкусный, сделает салат и накормит всех ребят. Договариваю я. Вот так вот. Надо, чтобы это видели. Надо запилить. Вот надо локоть усказать. Запилить, чтобы видели, с какого порога говорит рублей. Чтобы видели, сколько символов. Потому что обязательно. Ой, 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 я сейчас съемаю. Я чуть не испугублен. Ребят, чуть кружку сейчас не скинул рукой. Извиняюсь, это был бы фейл. Спасибо за поддержку еще раз. Ну что же, поехала КСМ-ка. Через рипера вторую карту играет инновейшн. Не стал ЦЦ-чку ставить. 42 символа осталось. Слушай, я хрен знает. Надо узнать это все. Наверное, какой-то баг это. Все это было бы. Не стал. Нескать. Если бы ты сказала, что-то очень рискин. Это может сделать. Постанавливает это. Но, в связи, это было бы. А зесты уже работают очень много окупийс. Если бы ты сказал он это, что, чтобы самосっぱел бы не забил, что только он был в бою drawn к магии, за что он был с первым лагером. В первом с теме его стекло расположен было, чтобы через то что-то девяти поформировали. Если бы я оставил ее в бункер, то вы не пожелаете... Может на продолжительность воспроизведения Не знаю, ребят Давайте по игре Nexus Zest делает У Innovation CC тоже достраивается Пока все стабильно Не знаю потери Убил ли что-нибудь Reaper Блин, много отвлекаюсь Все, больше не буду так делать Нашел пробку здесь Reaper Беднягу зажал в уголок Она не может ничего сделать Минус пробка в итоге Приятного мало, но Катастрофического тоже ничего Естественно не случилось Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, Reaper тут какие-то имбовые позиции находит Харасит просто на халяву пилон сверху Посмотрите, как Zest поставил пилон И навычно его наказывает за кривое расположение Сейчас пилончика И в итоге просто Mother Core улетел со второй базы Zest пытается Reaper поймать Да, он его поймал Но тут марики заходят на вторую в это время И марики сейчас начнут просто пробок вырезать Как Innovation Innovation божит Это просто... Что он творит, а? Что он творит? Он как щенка Как щенка просто Zest И еще сейчас Mother Core минус будет Уверчаж выставлен Ё-моё Просто, ребят Такой развод И все Только подумайте Из одного пилона поставленного Даже Zest не думал Что такое может произойти Это же просто жесть какая-то Это уже 2-0 практически Ну с такой игрой Innovation Тут явно правильный на него коэффициент На победу на BlizzCon Да, конечно Я думаю, что он всегда может возвращаться к модели Если он потеряет Но, конечно, он хочет победить Он из тех парней Он может идти очень遠о Но сейчас он не выглядит Ничего не так Для него виновата Зест Один из тех парней Вы ожидаете Вы победили Большую бюджету Это же самое И это Это почему Это такая страшная ситуация Так, Скаир, Контрол, каких 2 на 2? Сегодня 2 на 2 был турнир. Третий Нексус Зес сейчас ставит. Если Зес сможет вытащить эту игру, я думаю, что далеко не все потеряно. Но если Зес 0-2 начнет проигрывать, я думаю, что навряд ли он сможет вытащить. Поэтому нужно здесь и сейчас ему начинать уже собраться, начинать нормально контролить, начинать брать все в свой рост. Поддержал ваш канал на сумму 5000 рублей ровно. Сергей, это для поднятия настроения от организатора DreamHack. Опа, Шестаков, Денис, спасибо тебе, помню тебя, Денис. Очень приятно, спасибо большое тебе. Надеюсь, что нашу любимую игру мы увидим на следующих DreamHack. Кстати говоря, может быть, ты нам какие-нибудь тут это... Вбросишь как бы инфу какую-нибудь, так сказать, с места событий. За поддержку огромнейшее, спасибо. Улетают медиваки, хороший близкон сегодня получается. Дропаются юниты. Ну, а мы придем на DreamHack там поддержать, естественно. Из первых уст, так сказать, может быть, мы что-нибудь узнаем. Ну что, пробиваются камни сейчас. Ну что же, что-то Innovation по всем фронтам оппонента своего унижает. Я извиняюсь, что отвлекаюсь, но тут, конечно, как-то вот так вот. 71 на 100. В двух направлениях Innovation здесь-то разбирает. На мэйне колосс вышел, но это его не спасет. 36 рабочих на 57. Все это делается с двух баз. Третья ЦЦ-шка пошла. Зест не сдается. По три пробки восстанавливают. До сих пор небольшой шанс остается, но очень небольшой. Помикап, да будет капа еще. Пользователь Эмпая. Коу-8-ОУТ активировал премиум на ваш канал. Минки пошли. Четыре пробки минус. Минки копаются. Сталкеры на минках просто разваливаются. Какая же жесть. Сбиваются медиваки сейчас с Зестом. 69-122 по лимиту. Чуть ли не двукратное преимущество. Парабам. Ой-ой-ой. По-боевому более чем двукратное. Парабам близко. 9. Вообще Innovation с Зеста разобрал. А как так произошло? Что-то у Зеста какой-то дичайший спас. ГГ большими буквами. Зест пишет, что у него минус мораль. Это жесть, ребят. Это просто разгром. Ну, наверное, тут что-то не вкатывает на Зест. Это мой прогноз, что у него шансы хорошие. Походу шансы не такие уж очень хорошие. И хорошие здесь. Да. Да. Я стала следоватить. Innovation. Он никогда не смотрит так много на путь. Это просто проблема. Я имею в виду, что я говорил, на самом конце концов, это не важно, если все три эти джазы не у вас прияты, Вот этот мув с мариками. Вот этот ход с мариками был, ну вот как говорится, ребят, все гениальное просто, это правда. Вот этот злополучный пилон, вы видите, его стоит. Суть действий была какая, пилон находился в ренже рипера с хай-граунда, рипер зашел на хай-граунд, здесь думал, ну все, попался мерзавец, увел мазеркор, так как нужен был вижен, подсветка наверх, а юнитов у просто кроме мазеркора в начале, которые дают вижен на хг, нет вообще, и в итоге нету оверчаржа, нет боевых юнитов на второй базе, марики пришли, разобрали пробок, там штук семь, убили мазеркор еще, и это все шестью мариками было сделано. Естественно, это было решающим фактором в этой игре, дальше все как по накатной, здесь поплыл и уже не смог отправиться. Ну, Zest-то свой стиль просто, поэтому он играет по по-особенному, как бы тут тяжело. Так, роботок тут активировал премиум, спасибо большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И начинается третья игра, ведет 2-0 Innovation. Ну что же, карта кактуса сейчас, долина кактусов. И ситуация какова? Сейчас, конечно же, здесь будет сверхнадежно играть, так как он 0-2 проигрывает. И, естественно, Innovation пользуется, и не будь дураком, он ставит 14-ю ЦЦ-шку. Ну что же, Nexus у Zest пошел. Согласен, что-то Zest не чизит. Как раз таких стабильных, уверенных нужно пошатать. И психологически их пошатнуть, каким-нибудь проксистергить, том, я не знаю, чем-нибудь таким. В этом плане Хиро, конечно, очень четко отыгрывает. Про охлада, говорит, Zest в интервью говорил, что улегся воркаутом. То есть, ну да, Zest такой накачанный, как бы красавец, короче. Но не знаю, как из-за этого результаты могут снизиться. Уж не круглые сутки же он там. Ну что, посмотрите, что тут Innovation творит. Ну, это жесть просто. Но сюда двигается яйцо, летающая тарелка. И сейчас будет просто спалена вот эта ЦЦ-шка. Это может Zest придать... Нет, она не будет спалена, блин. Если это прокал... Посмотрите, насколько... Блин, Innovation что-то совсем попутал берега, блин. Смотрите, до вообще единства... До заказа газа он ставит третью ниндзя-ЦЦ-шку. Ну, это вот чисто под Zest подстройка. Кстати, грамотная. Во-первых, ведет 2-0. Во-вторых, знает, что Zest еще тот халявщик адский. Но у Zest очень ранил этот раз блин. Если сейчас Zest попытается пропушить, если он рискнет, либо поймет как-то, что происходит, то это будет ГГ автоматическая тира. Ну, опять же, но рискнет ли Zest, будет ли он пушить, либо это стандартный оборонительный блин. Хороший вопрос. Может быть, третий Nectus пораньше Zest закажут, там, я не знаю, это вкатит. Может быть, еще что-то произойдет. Ну что, 44-45. Робо плюс 2 гейта, никаких блинг-пушей, судя по всему, не будет. Тут 4 гейта блинг все сейчас. Ну, о чем я говорю? Никто так... Ну, почему никто? Кто-то, конечно, так играет, чистит. Ну, понимаете, тут про геймеры у них все стабильно, у них все четко, билды рассчитаны. Но, когда ты так в одну калитку сливаешь, нужно что-то предпринимать такое, чтобы, ну, вот... Чтобы вырвать какое-то преимущество. Робо по B пошел. То есть, колоссов выходит Zest, у новейшена третья цешка начинает работать. Вот и новейшена уже сейчас по грейдам как-то закреплять. Это все. Третий нефсус у Zest не поздний. Это хорошо. Вы знаете, здесь три му... Ой-ой-ой, какая экономика у Тирана колоссальная. Уже по рабочим вперед вырвался. Конечно же, здесь слило домой. На таких турнирах лузеров... Да редко они бывают, в принципе. Сейчас вообще турниров с лузерами нет. Только таких крупных имеется в виду. Раньше была система старая, ВЦГ или еще что-то у нас. Ну, хотя вот сетка с лузерами, это прикольно, конечно. Тоже система... Сейчас как-то более, так, не знаю, как это назвать, профессиональнее, что ли, с группами стало. Вот со всеми этими. Все это отслеживается. Если уровень хороший, турнир там, то и группы стримятся, и сетка. Ну что же, видит здесь, что происходит. Видит тайминг Старпорта. Что-то прекрасно сейчас. Понимает, что медивайки очень поздние. И понимает, что что-то подозрительное. Не зря сталкеры сейчас 12 часов проверяют. Если ЗЕС сейчас догадается, что что-то не то, и проверит, например, прокси базы, то тогда есть шанс на самом деле просто на халяву третью убить, а ведь инновейшн там уже газ начал собирать. И это очень опасная ситуация. Рабочих у него больше, все больше. Ну, вот попытка фокуснуть мародера на этом. Сталкеры потеряны. Это лишний абсолютно мув. Опа! ЗЕС понял, что что-то здесь не то. Пошел ЗЕЛОК, ребят, и... Ну, ЗЕЛОК-то не сможет там... Ну, хотя нет, ЗЕЛОК тоже проблем там устроит, но нужно выход полный какой-то сюда делать. Смотрите, приходит ЗЕЛОК, СЦ-шку нашел, ага. Четыре новейших мула, сейчас начнет он там, как в курятнике, все это рубить. И инновейшн сразу же с тем пачку туда побежал. ГГ, подчеркивание, Смайл, поддержал ваш канал на сумму 80 рублей ровно. Помидор, помидор, не ходи ты в коридор, там котенок, он не струсит за бочок, тебя укусит и... И-и-и-и-и-ля-ля-ля-ля-фах. Атю, Нед Капаа, поддержал ваш канал на сумму 200 рублей ровно. Я, как женщина и мать, хочу, чтоб ЦИЦОшка ставилась до газов. Спасибо, Меркурий. Вот вы даете. Не знаю, правда-то, женщина и мать. Если да, то это неожиданно. Спасибо всем за поддержку. Ну что же, ЗЕЛОК был ликвидирован. Как-то ЗЕСТу нужно с этой ЦЦ-шкой разбираться, но пока он никак не может с ней разобраться. А здесь по 4 Викинга у Инновейшена в продакшне. Уж не откликли это с КСМ-ками в пол сейчас будет. И 3 ГАСТа, да, выход на КСМ, как сейчас эта Инновейшена имеет место быть. Готов ли будет ЗЕСТ к этому? Хороший вопрос. Может быть, он успеет подготовиться. Но ЗЕЛОК опять хотел пройти наверх второй, но ничего не получилось. Да все нормально, не так же часто она говорит. А если говорить, то по делу. Видишь, тут на стихах сколько денег поднимается. Всяких разных. Спасибо всем, ребят. Приятно за внимание. Спасибо. Да, КСМ-пул пошел. Лимиты очень близки сейчас, но боевого лимита на 30 больше примерно. На 30-30 быть точным у Инновейшена. Но пока он идет, ЗЕСТ тоже успеет подварпить. Правда, ЧАРЖ еще не готов. И насколько поздние архивы темпларов. Сейчас к Бархону вы сюда побольше. Видит прекрасно здесь, что происходит. Сныкался куда-то подальше. На вторую базу колоссы стоят. Как-то очень, по-моему, они нагловато. Колоссы здесь стоят. Очень важно, как ЕМП сейчас пройдут. Уверчаж нужно выставлять скорее. Уверчаж пока не выставляет. ЕМП хорошо проходит. Викингов начинают здесь фокусить. Колоссы дерутся, мягко говоря, не ахти. Колоссы падают. Доварп Зелков идет. 117-146 по лимиту. Викингов остается достаточно много. Пробок выводит. Здесь доварп Зелков хороший идут. 90 на 130. Зелки падают. Колоссы все упали. Викинги садятся. По-моему, 3-0, судя по лимиту. 120 на 68. ЧАРЖ так и не готов. И на Вейшн заходит просто изи, ребятки. 3-0. Это жесть какая-то, а. Ну да, ну да. ЧАРЖ готов. Очень поздний чаш. Если бы, ну не знаю, чем бы он мог бы помочь этот чаш. Может быть, чем-нибудь даже и помог бы. По боевому лимиту у Зеста печально. Он, кстати, за счет экономики пытается здесь держаться. Но я очень сомневаюсь, что получится за счет экономики ему здесь выдержать этот прессинг. Хотя Зелков, да Варп, посмотрите, пошел и Зеста понемножку. Лимит сравнялся практически. Нексу 2-й упадет, но 3-й-то добывается. Зелков уже много. И КСМ-ок у... КСМ-ок-то нихрена нету там у Тирана. Зест прыгает уже на чаржи Зелками вперед. Нужно ли ему так ломиться? Ты куда ж ты ломишься? Да Варп Зелков сбоку идет. И на Вейшн все законтролил. Нужно уходить с толкерами. Ой-ой-ой, все. Такой шанс для Зеста был. Куда ж ты поломился, дурик? Куда ты поломился? Филды пошли от центрей, но филдов маловато. Гэгэй пишет. Зест 3-0 от Инновейшна. Мои прогнозы не зашли вообще на Зеста сейчас. И он сливает. Конечно же здесь. Инновейшн доволен. Изи 3-0. Ну вот статистика здесь общая подвела. То есть очень важно было, получается, то, что Зест последнее время на спаде, а Инновейшн на невероятном подъеме. Так что вот так вот, ребята. Да, второе 3-0 за сегодня. Но если классик против Бьяла я мог ожидать такого, то Зест против Инновейшна, честно говоря, я не ждал, что вот так вот будет все однокалиточно. Ну что же, нужно ждать нам, получается, Лилбову. Сейчас будет играть Лилбову, ребят. Единственный не кореец. Ну тут... А представьте, Лилбову сейчас Лайфу катает, потом она Вейшна... Ой-ой-ой. Не знаю. Не, ну Лайфа, кстати, есть шанс. Ведь у него с Зергами все хорошо. Стиль такой необычный у Лайфа. С детства у него стиль макро. Лилба умеет чизить и любит чизить. Может быть, что-то из этого Кэшни получится. Вот. Лилбову катает Лайфу, побреюсь, что-то голову побреешь. Да, ребят, Паш, не завидую вам. Но я вот хотел, но если на работу надо не спать, как-то опасно, по-моему, не так, нет? Ну тут либо 3.0 для Лайфа, либо все-таки что-то сможет Лилбову. Пока может и... Не знаю. С трудом не верится, что Лилбову может выиграть. Хотя хотелось бы этого. Ну вообще, как бы, если Лайф 3.0, то это уже третья 3.0 на сегодня будет. Потом Рейн Полт, там тоже фаворит очевиден. Ну дальше там ХЗ, дальше там ХЗ, посмотрим. Так, сейчас будет стоп-старт. Воды я уже заливаю. Уже на главные два матча выложено. На ГГ-плеере. Сейчас еще выложу. Также выкладываю на Ютуб. Не знаю, правда, на Ютуб не могут забанить. Так, отец Меркурий или Меркирий понял тебя. Ипотека дело такое. Опасное оно, нужное зачастую. Тентиго. Не знаю. Ну обычно, ну минут 15, учитывая 3.0, минут 15-20, наверное, будет перерыв здесь, я так полагаю. Не уверен. Ну, я с вами, ребят, так что скучно не должно быть. Делаю стоп-старт. Возвращаюсь к вам. Возвращаюсь к вам.